Девушки отдыхают «Кто его постоянно ищет». Эта мысль не должна казаться вам чем-то возмутительной. Это необходимая составляющая для тех, кто выбрал жизнь вере. Мы должны верить, что Бог воздаст тем, кто его ищет, и это будет не временное вознаграждение, а вечное. В Евангелии от Матфея Иисус сказал, «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими». Какой же прекрасный это будет день. А затем Иисус добавил, и тогда воздаст каждому по делам его. Тут дело не в рай и аде, а в том, как это вознаграждение важно для вас. Ведь вас вознаградят на целую вечность. Пока мы исследовали эту тему, я пришел к выводу, что Бог вознаграждает нас неуспехом. Чтобы Бог делал свои деяния успешным, ему не нужен я. Если я накоплю миллиард долларов, Богу от этого не станет лучше, и он не скажет, «Ну вот, пора приступить к новым начинаниям». Земля и все, что на ней принадлежит Господу. Если у меня будет несколько ученых степеней, небесам от этого не станет легче, и они не скажут, «Теперь мы знаем все ответы». Богу не нужно ни одной из моих подобных достижений. Важен не мой успех. Решающую роль играет моя вера. И знаете, что мне особенно в этом нравится? А то, что каждый из нас может обрести веру. Неважно, что происходит в нашей жизни, как мы родились, с чем мы боремся, какие в нашей жизни разочарования, все мы можем начать верить. Все зависит не от вашего роста, не от длины вашего носа, не от вашего IQ, и не от того, что у вас есть. Все мы можем начать верить, даже если зло вошло в вашу жизнь. Если вы пытаетесь бороться с Ним, то это многого от вас требует. Мы можем начать верить, и Бог ответит нам, какое же это прекрасное обещание. Но как же нам начать жизнь, за которую Бог воздаст? Сегодня и на следующей неделе мы обсудим, как нам это сделать. На самом деле все очень просто. Если Бог воздает за жизнь, которая его почитает, то какой должна быть эта жизнь? Это очень важный вопрос. И сейчас я поделюсь с вами своими простыми размышлениями на тему, как сделать так, чтобы Бог нам ответил. Для начала скажу вам, что лежит в основе этого. А тут дело в нашем сердце и разуме. Прочитаем, что сказано в послании к филиппицам. Павел писал церкви в Филиппах, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Он писал эти слова церкви, и они касаются не тех, кто живет светской жизнью, а тех, кто посещает церковь. И он писал, что многие из них поступают как враги Креста Христова. Вы явно не хотите, чтобы вас идентифицировали с такими людьми. А я не хочу, чтобы Создатель Всего Сущего считал меня врагом и противником искупляющих деяний Иисуса. Давайте расскажу вам о таких людях поподробнее. О них говорят, в конце их ждет неразбериха. Можно заметить довольно интересный контраст. Все мы принадлежим небесам. Но в Библии сказано, что все мы здесь странники и паломники. Мы чужаки в этом мире. Мы здесь всего на какое-то время. Мы принадлежим другому миру. И жить как противники и враги Креста Христова, это означает позволить, чтобы ваш мозг пропитался этим миром. Мы живем в этом мире, но не принадлежим ему. Сейчас прочитаю вам стих из послания к Колосинам. Там сказано и так, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит к десной Бога, а горнем помышляйте, а не о земле». То есть тут нам дают две инструкции. Первое — это искать горнего, то есть то, что свыше. Мы живем в этом мире. В наших сердцах заключены наши мечты и ожидания. То, ради чего мы живем. А наш разум связан с нашими мыслями. Он направляет наши мечты и цели на вещи, которые превыше времени, и делает так, что они наполняют наши мысли. Вот как можно воскреснуть со Христом. Прежде чем говорить о какой-то особой деятельности, поведении или цели, давайте начнем действовать изнутри. Неважно, какие у вас условия. Вы всегда можете сконцентрировать ваше сердце на угодных Богу вещах. Я знаю, что мы в церкви, и ответ на любой вопрос здесь — Иисус, но как вам узнать, что ваше сердце на верном пути? Можете сами заняться более глубоким исследованием этого вопроса. Подумайте о том, что выводит вас из себя. Представьте, что ваша мечта все никак не осуществляется, а реальность, в которой вы живете, не соответствует той, в которой вы хотите жить. Ведь правда это вас раздражает и приводит в уныние. Именно так вы поймете, к чему вы стремитесь. Так вы поймете, что стремитесь к неугодным Богу вещам. Нас выводят из себя, если у нас есть планы на жизнь или цели, которые не исполняются. У нас намечено время для их осуществления. У нас есть видение, как должна выглядеть наша жизнь. Если этого не происходит, мы ощущаем трагедию и разочарование. Наше сердце разбивается. Что-то вмешивается в нашу жизнь, и мы ощущаем, нас чего-то лишили. У нас есть мечты для наших детей и семей. Совсем неплохие мечты. И это нормально. Пока они не заполняют ваше сердце. Пока вы не начинаете больше думать об этих вещах, нежели об угодных Богу вещах. Мы никогда не говорим этого вслух, ведь в церкви не принято говорить. Меня больше волнуют светские дела, чем Бог. Но на самом деле все наши эмоции только на этом. Нас выводит это из себя и вводит в уныние. Мы ощущаем себя проигравшими, потому что мы хотим именно этого. Но вот, наши сердца разбиты. На чем вы концентрируете свое сердце? Это важный вопрос. Я приготовил для вас два примера таких ситуаций. Они сильно контрастируют друг с другом. Оба они касаются библейских героев. Вы прекрасно знаете обоих. Первый — это Даниил. Он прожил жизнь, в которой у него было мало возможностей для осуществления своих чаяний. Если вы хотите найти персонажа из Библии, чья жизнь была исполнена отчаяния, безысходности, сломленности, неприятия, то это Даниил. Всю свою жизнь он прожил рабом в чужой стране без всякой надежды вернуться домой и увидеть перерожденное государство. Его жизнь началась с того, что враги захватили землю, где он жил, разрушили храм, который стоял там сотни лет, и судьба его народа была под вопросом. После этого Даниила вместе с другими его соотечественниками увезли в другую страну, где он в итоге прожил всю свою жизнь. Как ни посмотри, жизнь Даниила была исполнена горечи, неприятия, ненависти и гнева. Просто представьте, что список ваших надежд взяли и засунули в измельчитель бумаги. Но это еще не все о Данииле. Он был молодым человеком, не стариком. И, кстати, если вы не научитесь сотрудничать с Господом с юных лет, то с возрастом это будет сделать сложнее. И Даниил решил почитать Господа. Он развил просто необычайные отношения с Богом. Как-то Даниил собирался поститься. Он стал молиться и взывать Господу, и на его зов явился ангел. Это был архангел Гавриил. Он сказал Даниилу, «Не бойся, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слава твои услышаны». Почему ему явился ангел? Потому что он расположил свое сердце, дабы достигнуть разумения. Он не просто так явился ему. Если Бог пошлет мне ангела просто так, то я готов его принять. Даниил же сконцентрировал свое сердце и разум на вещах, угодных Божьему царству, несмотря на свое разочарование и разбитое сердце. В Библии сказано, что Господь близок к сокрушенным сердцем. Если у вас разбито сердце, а сами вы просто исполнены разочарованием, то помните, Бог не покинул вас. Он рядом с вами. Да, мне не нравятся мои жизненные условия, но Бог со мною. Я ничего не преуменьшаю. Для контраста приведу вам второй пример из Библии. Речь пойдет о Петре. Он был учеником Иисуса и три года странствовал вместе с ним. Он видел, как Иисус служил. И вот они направляются в Иерусалим, и Иисус собирает двенадцать наиболее близких ему учеников и говорит им, что произойдет, когда они придут в Иерусалим. Он говорит им, что его придадут. Все печалены. Он явил им будущее и сказал, что произойдет, когда они придут в Иерусалим. И тогда Петр отводит Иисуса в сторону и говорит, «Да не будет этого с тобой». Послушайте, что ответил Иисус. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Мы видим контраст между этими двумя историями. Даниил был рабом в чужой стране и должен был быть исполнен отчаяния горечи, но вместо этого он концентрирует свой разум на угодных Богу вещах. А Петр был в кругу учеников Иисуса. Он был его близким другом. Иисус собрал вокруг себя 12 самых близких ему учеников, а три из них были ему еще ближе. И Петр был одним из этих трех. То есть ему была дана особая почесть. Но даже Петр не понял того, что говорил Бог, потому что его разум волновало другое. Вы можете быть очень преданной церкви, ходить на все службы и делать все необходимое, чтобы быть с Божьими людьми, но несмотря на это, ваш разум будет где-то в другом месте. Такое может случиться с любым из нас. Это не показатель того, что вас уже не исправит. Это индикатор вашего духовного здоровья. Если это ваш случай, не надо защищаться и оправдывать себя, а просто скажите «Господи, помоги мне». Вы знаете, что это касается только вас. Знаете свое сердце. Вы знаете, к чему вы стремитесь и чего вы хотите. Вы знаете, что то, о чем вы мечтаете, даст вам все необходимое. Вы знаете, что наполняет ваше сердце. Я повторю, это касается не убеждения окружающих вас людей. Судьи здесь не мы. Но я хочу жить жизнью, за которую вознаградит Бог. И надеюсь, что вы хотите того же. А это связано с тем, на чем я концентрирую свое сердце и мысли. Давайте просто скажем Господу, мне очень жаль. В послании Иакова сказано, что человек с двоящимися мыслями должен понять, что он не получит ничего от Господа. И поэтому мы должны стремиться к единообразию в наших с вами сердцах. Если мы последуем за Богом, ведь Он сказал, вы можете быть найдены мною. А если бы Бог решил спрятаться, мы бы Его никогда не нашли. Ведь это Бог поместил ее в землю и ее орбиту вокруг Солнца. Без Него бы на нашей планете не возникла жизнь. Ради этого Бог не требует от нас обязательного ученичества. У него все просто, но это не означает, что все это детские игрушки. Но он устроил все так, что и ребенок может последовать за ним. И мне это нравится. Это означает, что никто не оставлен без внимания. Независимо от того, как вы учитесь, вас не оставят. Независимо от того, какие у вас дары или способности, вас не оставят. Вы можете быть более мотивированы или рациональны, вас не оставят. Нет, экстраверт вы или интроверт, вас не оставят. И для меня это великая сила. Тут рады всем, кто решил следовать за Господом. И нашей первой заповедью при этом должно быть наше намерение развиваться. Разве не для этого мы красиво одеваемся и идем в церковь? Я решаю развиваться в своей духовной жизни, в своей вере и своих отношениях с Богом. Это не просто слова. Я хочу, чтобы в этом году у нас развили самые лучшие отношения, чем когда-либо до этого. Если вы этого не хотите сами, то это вряд ли когда-нибудь случится. Зачем я это делаю? Потому что я знаю, что Бог вас вознаградит. Вы говорите, пастор, я помолился молитвой новообращенного. Меня окунули в купальню. И вот я хожу в церковь, и мне кажется, что для Бога я больше ничего не могу сделать. Но я могу жить с жизнью, за которую Бог мне воздаст. Я собираюсь расти в Боге вечно. Это охватывает всю мою жизнь, мои мысли, мечты, сердце и то, как я взаимодействую с другими людьми. Но я не особо волнуюсь по этому поводу. Как же прекрасно прийти к такой уверенности. А если вы понимаете, что это не так важно для вас, то это не проклятие. Это великая возможность для вас. Ведь однажды вы можете сказать, Господи, помоги мне. Но вы говорите, но меня это не очень-то беспокоит. Я больше беспокоюсь о нашей команде, о своих успехах и достижениях, о том, чтобы мои дети пошли в хорошую школу, с чего мне стремиться расти с вами. Но это же прекрасное откровение. Вот бы вы постигли это своими сердцами, тогда бы вы сказали, Боже, помоги мне. Помоги мне изменить свое сердце. Я хочу расти в тебе. Сейчас я процитирую вам один стих из Писания. Там сказано, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Это поможет вам возрасти во спасение. Это не означает, что вы окажетесь перед райскими вратами, с памперсами и присыпкой. Это было бы странно. Только представьте, как вы можете погремушкой святому Петру. В послании к евреям сказано, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить с первым началом Слова Божия. В церкви многим из нас не хватает покорности. Но для многих из нас это не просто информация. Это наше намерение, наше желание, наша воля. Автор послания к евреям писал, «Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. Потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению, добра и зла. Мы живем в городах, где рост зла считается добрым знаком, а добро у нас считается злом. Если вы сохраняете чистоту до брака, вас высмеивают на главной площади. Если вы делаете выбор в пользу чистоты, сотрудничества с церковью и блага, вам часто говорят, что с вами что-то не так, что вы сплоховали. Мы постоянно вешаем на других таблички. Я призываю вас сказать Богу, «Я хочу расти в тебе. Я еще учусь, но я хочу лучше узнать тебя». Так вы выразите свое намерение. Если вы этого не хотите сами, то я повторяю, это вряд ли когда-нибудь случится. Это была первая заповедь. А вот вторая, читайте Библию. Я собираюсь читать Библию. Не тогда, когда я буду в настроении, не тогда, когда мне удобно, а каждый день. И за сто дней я прочитаю ее целиком. Я не буду открывать ее на случайном месте и читать. Я не буду читать ее кусками. Я прочту ее от корки и до корки. В этом году мы учимся с вами это делать, и, к моему удивлению, я не понимаю, как так могло произойти, но я это наблюдаю. Когда мы составляем совместный план чтения, у нас значительно лучше успехи. Вы можете зайти на наш сайт и воспользоваться нашим планом чтения, и поверьте мне, так у вас лучше все получится. Давайте прочитаем, что сказано в книге Иисуса Новина. «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Поэтому нам нужно изменить свое сердце и разум. Если вы больше слушаете спортивные новости, чем читаете Слово Божие, то тогда ваш разум будет сконцентрирован на чем-то другом. Если вас больше волнует обстановка на финансовых рынках, чем Слово Божие, то тогда ваше сердце и мысли будут наполнены чем-то другим. Тут ничего сложного, все просто. Но это принесет вам больше перемен. Посвятите всего 15 минут в день. Если вы читаете в нормальном темпе, вы прочитаете всю Библию за год. Я призываю вас, вперед! Бог благословит ваши сердца. Вы бы предпочли смотреть футбол. Я знаю, что он для вас интереснее, но давайте я немного поучу вас, как читать Библию. Согласны? В Евангелии от Иоанна Иисус сказал, если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, довольно простые слова. Но позвольте, я задам вам пару вопросов касательно этого стиха. Как в этом стихе Иисус назвал Священное Писание? Он назвал его Словом Божиим. Это очень важно. Иисус знал, что Писание — это Слово Божие. Он не говорил, что его написали люди, или что его долго писали. Это трудно осознать, но когда Иисус был на земле, он увидел Писание и назвал его Словом Божиим. Он сказал кое-что еще. Что он сказал по поводу полномочий Писания? Он сказал, что оно не может нарушиться. Тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. Иисус сказал это точно. И это куда точнее закона физики. Мы знаем законы природы, управляющие нашим миром. Это гравитация, закон подъемной силы и другие. Но Иисус сказал, Духовный закон, Слово Божие, не может нарушиться. Есть духовные принципы, доступные вам и мне, и мы должны быть заинтересованы в них. Иисус принимал книги Ветхого Завета. Он принимал их без всяких вопросов. Он принимал их важность и считал Словом Божиим. Я знаю, что сегодня популярно говорить, что Ветхий Завет устарел. Теперь у нас Новый Завет, и он гораздо круче. Но если бы все так и было, разве бы Иисус не сказал об этом? Он сказал, что дает нам Новый Завет. Он не говорил, что Ветхий Завет умер. Все его учения основаны на этих книгах. Всю свою жизнь он следовал этим книгам. Знаю, что сейчас у вас в головах и в сердцах идет настоящая война. Вы ищете наиболее подходящую цитату из Библии. Вы думаете о том, какие слова оттуда вам больше всего нравятся? Вы думаете, что я нападаю на нашу культуру? Но я говорю вам, мы последователи Христа. До самого конца наших дней мы ученики Иисуса. А Иисус сказал, что Писание обладает огромной властью. Наверное, стоит его послушать. Я буду каждый день читать Библию. Вы спросите, но что, если я пропущу один день? Тогда мы вас исключим из церкви и не разрешим вернуться обратно. Вы скажете, но я уже не успею прочитать Библию за год. Я отстаю. Я только на Евангелии от Матфея. Хорошо. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, я прощаю вам это. Продолжайте дальше и побыстрее переходите к Евангелию от Марка. Присоединяйтесь к остальным. Итак, я должен расти в вере. Я должен читать Библию. И в-третьих, я должен молиться. Я должен это делать. Молитва — это не просто формальная речь, которую мы читаем, когда собираемся вместе в церкви. Во время молитвы мы открываем свою жизнь, мысли и слава Богу. Молитва помогает нам установить отношения с Богом. Если вы не молитесь, то у вас нет отношений с Богом. Молитва предназначена не только для религиозных людей. Молитва — это вещь, которая поддерживает нас с вами. В послании к колоссанам сказано «Будьте постоянны в молитве». «Будьте постоянны в молитве». Исайя был пророком. Царем иудейским тогда был Язики. Перед ним возникла большая проблема. На его страну наступала армия противника. А Израиля, или Иудеи, безнадежно, не хватало воинов. Их оружие было не самым лучшим. У них было небольшое войско. Они понимали, что им никак не победить в этом конфликте. У них не было надежды. На них наступали ассирийцы. Было ясно, как день, что их разгромят. И тогда Язики решил молиться. А Бог послал Исайю с посланием к царю. И вот что сказано. Послал Исайя к Язики и сказать, «Так говорит Господь, Бог Израилев. О чем ты молился?» «О чем ты молился, то я исполню». Я уберу ассирийцев от города. Если бы Исайкия не молился, если бы вместо этого он приказал затачивать копья, тренировать лучников и увеличивать защиту, то тогда его песенка была бы спета. Но он молился, и Бог ответил ему. Если на наши молитвы не отвечают, мы считаем, что в нашей жизни нет Бога. Когда мы молимся, когда мы посвящаем себя молитве, мы позволяем Богу нас преобразить. А для мира это может иметь различный результат. Я знаю, что молитва — это очень личное. Кажется, они далеки от нас, но я хочу вас попросить сделать завет о том, что вы будете каждый день молиться. Я собираюсь научиться молиться Божем. Не знаю как, но я научусь это делать. Я перестану говорить «я не знаю, как молиться». И просто начну молиться. Начните с молитвы благодарения. Боже, спасибо тебе за этот день. Когда вы собираетесь утром на работу, тогда говорите «Боже, спасибо за мою замечательную работу». Возможно, там и довольно тяжело работать. Тогда скажите «Боже, спасибо тебе за язычников, с которыми я работаю». И так вы приведете Бога на свою работу. В конце рабочего дня говорите «Боже, спасибо, что у меня такой замечательный дом и семья, куда я могу приходить». Начните всего с одной молитвы в день. Просто встаньте на колени у вашей кровати и скажите «Боже, спасибо за этот день». Спокойной ночи. А вот и все. Я не прошу вас молиться о том, чтобы люди в этом мире не голодали. Просто начните молиться. И это изменит абсолютно все. Да. Это изменит все в вашей жизни. Если вы начнете это делать, Бог научит вас молиться. Обязательно. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Послушайте, как пастор Аллен Джексон читает отрывок из своей новой книги под названием «Осознанная вера» «Согласование вашей жизни с сердцем Божиим». Всего один период нашей жизни может навсегда изменить все ее течение. Очень многие из таких периодов мы не выбираем сами. Мы не просим о раке, мы не просим получить выходное пособие, мы не просим о смерти того, кто нам дорог. Иногда в нашей жизни наступает настоящая зима. Мы страдаем и увядаем. Нас разрывает на части. У нас нет силы избежать таких периодов. Но у нас есть сила развить у себя привычки, которые приведут нас к более благоприятному результату в такие периоды. Я хочу воодушевить вас развить у себя такие привычки, которые изменят вашу жизнь. Вы можете отправиться в стодневное путешествие, которое поможет вам ощутить Бога. Для того, чтобы получить эту книгу, зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы видите сейчас на экране. Если вы сделаете пожертвование сегодня, вы также получите журнал «100 дней осознанной веры», где вы можете каждый день записывать ваши мысли и выписывать наиболее вдохновившие вас цитаты. Он поможет вам развить осознанную веру. Для этого зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы сейчас видите на нашем экране. Послушайте, как пастор Аллен Джексон читает отрывок из своей новой книги под названием «Осознанная вера» «Согласование вашей жизни с сердцем Божиим». Всего один период нашей жизни может навсегда изменить все ее течение. Очень многие из таких периодов мы не выбираем сами. Мы не просим о раке, мы не просим получить выходное пособие, мы не просим о смерти того, кто нам дорог. Иногда в нашей жизни наступает настоящая зима, мы страдаем и увядаем, нас разрывает на части. У нас нет силы избежать таких периодов, но у нас есть сила развить у себя привычки, которые приведут нас к более благоприятному результату в такие периоды. Я хочу воодушевить вас развить у себя такие привычки, которые изменят вашу жизнь. Вы можете отправиться в стодневное путешествие, которое поможет вам ощутить Бога. Для того, чтобы получить эту книгу, зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы видите сейчас на экране. Если вы сделаете пожертвование сегодня, вы также получите журнал «100 дней осознанной веры», где вы можете каждый день записывать ваши мысли и выписывать наиболее вдохновившие вас цитаты. Он поможет вам развить осознанную веру. Для этого зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы сейчас видите на нашем экране.